Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире цены Западной Армении Адам Саакян. Вопросы армян в Западной Армении. 12 июня 8 пациентов из Арцаха были доставлены в Армению, 6 пациентов вернулись в Арцах. Опубликован обновленный доклад омбудсмена Арцаха за 6 месяцев в Лакаде. Баку вырыл бункеры в могильнике армянского раннехристианского поселения. Депутат Барбара Ли возглавляет призыв Конгресса США к администрации Байдена прекратить военную помощь властям Баку, оказавшейся в грузийском плену апостольский монастырь Хор-Ракерт. Один из жертв апрельской войны Адам Саакян, чтобы отправиться на передовую, не указал воинской части, что умеет хорошо рисовать и проектировать. По профессии был архитектором, дизайнером. Адам был бесстрашен, готовый отдать жизнь не только за родину, но и за родных и друзей, желая быть на передовую рядом с теми, кто может оказаться в опасности. С детства Адам смотрел фильмы про войну, фильмы, которые, возможно, были и о нем. Саакян родился в 1996 году в Ереване в семье журналиста-режиссера Гаяны Антуниан, строителя Хачатура Саакяна. В 2002 году учился в Ереванской старшей школе номер 114 имени Хачика Даштенца. Затем в 2013 году поступил на архитектурно-дизайнерский факультет Ереванского государственного университета архитектуры и дизайна. Занимался каратэ, получив желтый пояс, также другим видом боевого искусства, в том числе боксом. 26 января 2015 года Адам Саакян был призван в армию, служил в Арцахе. В ночь с 1 на 2 апреля 2016 года Баку совершает широкомастабное нападение на Арцах. Адам Саакян был из пограничного батальона утром. 1 апреля поднялся на позиции, ночью того же дня к 3 часам ночи произошло нападение. После тяжелого 20-минутного обстрела позиций со стороны противника пограничные силы из 7 человек во главе с капитаном 112 позиции, высота под названием «Лалайка» Адам Саакяна переходит на круговую оборону. Сержант Адам Саакян 5 часов, сражаясь после врага с товарищами, нанес значительные потери врагу более 200 убитых спецназовцев. Погиб около 8 утра от тяжелых агрессорельных ранений в тело и лицо. Пятичасовая борьба Адама Саакяна дала возможность армянскому полку Джираканна дислоцироваться на второй линии фронта, остановив противника. Адам Саакян посмертно награжден государственной медалью Республики Арцах за боевую службу, медалью за отвагу Республики Армения. В конце XII века армянский алфавит был дополнен буквами О и Ф, в XX веке – буквой Еф. В средние века армянскую письменность также иллюстрировали художники. Армянская письменность, оформленная различными символическими образами, стала носителем прекрасного и смыслового. Армянская письменность является фонетически буквенным типом письма. По своему составу целостно. Каждой буквой соответствует один звук, каждому звуку – одна буква. Несмотря на некоторые изменения, армянская письменность до сих пор сохранила указанный принцип. По координации букв, их структуре, расположению она оригинальна, не копирует напрямую в какую-либо чужую систему. С этой точки зрения это один из самых редких шрифтов в мире. Оригинальность проявляется в числовых значениях букв, буквы, расположенные в четыре ряда – единицы, десятки, сотни, тысячи. За более чем 1600-летнего существования армянского алфавита произошли незначительные изменения. Армянская письменность – одна из самых совершенных и сохранившихся в мире. Используется в западной и восточной Армении, в Арцахе, Джавахке, армянских колониях, различных культурных и армяноведческих центрах. По армянским месроповским писаниям создана богатая литература. Данная письменность древних, средних и новых цивилизаций имеет ценный вклад в сокровищницу мировой культуры. В сопровождении российских миротворцев на машинах скорой помощи 8 пациентов вместе с сопровождающими их лицами были перевезены в различные специализированные медицинские центры Республики Армения. В сопровождающими в Арцах вернулись 6 пациентов, направленных на лечение в Армению в рамках госзаказа. За все время блокады Красный Крест и миротворцы доставили в Армению в общей сложности 562 пациента, 492 из которых были доставлены в сопровождении Красного Креста, 70 в сопровождении миротворцев. В отделении неонатологии и реанимации находятся 12 детей, в реанимационном отделении 9 больных, 4 из них в крайне тяжелом состоянии. Обубликован обновленный доклад омбудсмена Арцаха за 6 месяцев блокады. 12 июня защитник прав человека Республики Арцах опубликовал обновленную версию внеочередного доклада о нарушениях индивидуальных или коллективных прав человека вследствие 6-месячной блокады Арцаха властями Баку. Представляем некоторые основные данные доклада о нарушениях прав человека вследствие блокады. Количество передвижений людей по трассе Сепанакет-Гуриз по Бердзорскому коридору сократилось примерно в 198 раз. 2246 выездов и выездов вместо 445 900. Зафиксировано почти в 58 раз меньшее движение автомобилей по дороге, чем должно было быть без блокады. Вместо 167 440 зафиксировано 2846 выезда автомобилей, причем только со стороны Красного Креста и российских миротворцев. Импортировано примерно в 13 раз меньшее жизненно важных грузов, чем должно было быть без блокады. 5574 тонны вместо 73 тысяч тонн. Из-за прекращения плановых операций около 1400 граждан лишились возможности решить проблемы со здоровьем посредством операции. Баку полностью или частично привал подачу газа из Армении в Арцах в общей сложности на протяжении 117 дней. На протяжении вот уже 154 дней полностью прервано электросрабжение из Армении в Арцах, что привело к введению верных отключений и многочисленным авариям. Около 11 тысяч человек фактически потеряли свою работу и источник докода. Экономике страны нанесен ущерб в размере около 346 миллионов долларов. Ряд нарушений прав более остро проявляется среди уязвимых групп, в частности 30 тысяч детей, 9 тысяч лиц с инвалидностью, 20 тысяч пожилых людей, 60 тысяч женщин и девочек, 15 тысяч перемещенных лиц. Все правонарушения Баку против народа Арцаха совершаются в рамках государственной политики расовой дискриминации, армянофобии, а также направлены против его права на самопределение и факты его реализации с целью окончательного решения конфликта в свою пользу. Посредством этической чистки по логике нет народа, нет права. Как хорошо видно на космическом снимке, опубликованном сайтом КАКАС «Херитаж ВОЧ» Баку вырыл бункеры в могильнике армянского раннехристианского поселения Гявуркала. Дословно крепость неверных на территории склепа раннехристианского армянского поселения в селе Айкаджур Мартакерского района Арцаха. Об этом сообщает сайт «Монумент ВОЧ Орг». После Тигранаркерта Гявуркала является самым крупным раннехристианским армянским поселением Степного Арцаха. Поселение занимает площадь около двух гектаров. Здесь находится церковь V-VI веков, построенная из тесаных камней, украшенная крестовыми композициями. Раннехристианский обелиск сохранен. В 50-х годах прошлого века одна из самых ранних армянских надписей Степного Арцаха была найдена именно там, где сегодня вырыты бункеры. Не исключительно, что на территории будут находиться другие саркофагии с армянскими надписями. Правительство Западной Армении считает, власти Баку уборно продолжают уничтожать армянские следы на оккупированных территориях. Есть опасения, что такие бункеры будут установлены на территории самого населенного пункта. В соответствии со статьей 4.1 ГАЗской конверции о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов 1954 года, государство обязуется уважать культурные ценности, находящиеся на их территории, также на территории других сторон, запрещая их использование, их непосредственное окружение, которое в случае вооруженного конфликта могут привести к разрушению или повреждению, поддерживаясь от каких-либо враждебных действий. Статья 53.1 Протокола Женевской конвенции от 12 августа 1949 года запрещается совершать любые враждебные действия против культурного наследия, использовать его в военных целях или превращать в объект возмездия. Власти Баку в очередной раз грубо нарушают свои обязательства по международным конвенциям. Влиятельный рейтинговый демократ подкомитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США конгрессмен Барбара Ли призывает коллег по Конгрессу призвать администрацию Байдена прекратить военную помощь США властям Баку, учитывая жестокую шестимечную блокаду Алиевым 120 тысяч коренного армянского христианского населения Арцаха. Письмо Конгрессмена Ли госсекретарю Энтону Блинкину инцитируется в то время, когда министр иностранных дел Армении и Баку планирует провести на следующей неделе еще один раунд переговоров в Вашингтоне. Письме подчеркивается, длительная блокада Арцаха со стороны властей Баку, продолжительная оккупация армянской суверенной территории, грозит поставить под угрозу как незначительные усилия по урегулированию конфликтов, так и серьезно угрожает безопасности и благополучию армянского населения Арцаха. Письме Конгрессмена Ли говорится, в контексте продолжающейся блокады и продолжающих угроз президента Алиева, продлению ухода президента от статьи 907 акта поддержки свободы направит опасное послание правительству Азербайджана о том, что для этого не будет никаких последствий, навязав армянам Арцаха посредством запугивания голода и смертельной силы свою волю. Один из известных армянских монастырей развитого Средневековья, Хор-Акерт, построенный в 12-13 веках в результате демаркации, проведенной более 20 лет назад, остался вне границы Республики Армения, сейчас находится под контролем грузинских пограничников. Следует отметить, монастырь по своему архитектурному типу и церковному уставу всегда принадлежал армянской апостольской церкви, не имея ничего общего с грузинской церковью и архитектурой. Следует также отметить, что в результате демаркации на грузинской стороне также остались пять армянно-населенных сел Чанахчи, Опред, Хохмель, Хожорни и Ахкерпи. В 2007 году в результате окончательного закрытия границы жителей армянского села Джили лишились принадлежащего веками монастыря Хор-Акерт возможности свободного въезда в вышеупомянутые пять соседних армянских сел. Чтобы добраться до монастыря, сельчане вынуждены пройти через програничный пункт Баграташен, в то время как монастырь находится в 10-15 минут от села. Монастырь Хор-Акерт расположен в селе Джилиза Лорийского Марза у западного поддождя горы Лалвар. Следы древних строений в окрестностях Хор-Акертского монастыря позволяют предположить, что там находился город Хор-Акерт, основание которого историк Вартам приписывает сыну Айку Хору. По приказу царя Сымбата II город унаследовал Ашот III сын, из некогда огражденного стеной комплекса сохранились средневековая церковь, полуразрушенный придвор, руины часовин, трапезная, скульптурные надгробия. Согласно надписи на западном фасаде церкви, монастырь и придвор были построены в 1251 году. И в завершении новостей послушаем музыкальное и танцевальное произведение Хор-Ало. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok